Добрый день! На 12-м канале «Час новостей» в студии Анна Кокорина и главные выпуски. Госпитализация только для тяжёлых пациентов. Созданы и чек-листы, и схемы лечения, алгоритмы. Мы будем помогать терапевтам, не бояться лечить наших пациентов на дому. Министр здравоохранения объяснила, кому требуется лечение в стационаре, и сообщила, когда коронавирусных больных примет построенный госпиталь Минобороны. Не досмотрели. Сразу два ребёнка в Омской области выпали из окон. Дети с травмами в больницах. Культурная перезагрузка. Будет хорошее покрытие, зеркала, станки. В Таре реконструируют главную творческую площадку, когда в большом ремонте поставят точку. Дотянуть бы до завтра. Сейчас, к сожалению, буквально процентов на 80, наверное, снизилась вообще помощь. Приютомские хвостики терпят бедствие. И путешествия в прошлое, как выглядел Омск в начале 20 века, показали американцы. Итак, госпиталь Минобороны начнёт принимать омичей больных коронавирусом уже на следующей неделе. Об этом сегодня на заседании законодательного собрания региона сообщила министр здравоохранения Ирина Солдатова. Госпиталь, напомню, был построен в рекордно короткие сроки и готов к приему пациентов. В учреждении есть всё необходимое оборудование, в том числе компьютерные томографы и аппараты ИВЛ. Но пока здесь лечатся только 40 человек, а рассчитано медучреждение на сотню пациентов. Ирина Солдатова подчеркнула, госпиталь находится в ведении Минобороны. Чтобы лечиться здесь могли простые омичи, Минздрав должен был получить согласование. Сейчас организационные моменты улажены. В ближайшее время учреждение начнёт работать в полную силу. Несмотря на то, что показатели заболеваемости COVID-19 в Омской области пока ещё остаются высокими, места для госпитализации больных есть. В регионе развернуты 800 дополнительных коек. Но лечение в стационаре, подчёркивает министр, необходимо только тяжёлым пациентам. Нужно исходить из клиники пациента. Если нет падения сатурации, если нет крайне высокой температуры, если нет одышки, то лучше лечиться на дому, для того, чтобы не повышать риск инфицирования, в том числе в стационаре. Поэтому с нами созданы и чек-листы, и схемы лечения, алгоритмы. Мы будем помогать терапевтам не бояться лечить наших пациентов на дому и оказывать им качественную помощь. Подвели депутаты и итоги работы. Сегодняшнее заседание стало последним за время этой сессии. Председатель ЗАГС Собрания Владимир Варнавский отметил, она оказалась очень насыщенной. Всего прошло 13 встреч. На них было принято 125 законов Омской области. Они касались вопросов экономики и социальной политики. Настоящий вызов народным избранникам бросила пандемия в сжатые сроки. Депутатам пришлось создать новую нормативную базу, чтобы поддержать бизнес и омичей. В рамках реализации областного плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики были приняты законодательные акты, направленные на достижение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего предпринимательства, а также обеспечивающие их имущественную и финансовую поддержку. Представили сегодня депутатам и проект по созданию условий для развития промышленных предприятий. Он даст возможность компаниям, которые будут реализовывать на территории региона инвестиционные проекты, получать серьезные налоговые преференции. На какую поддержку смогут рассчитывать бизнесмены, подробный материал смотрите в следующем выпуске «Часу новостей». И последние данные по заболеваемости коронавирусом в Омской области. 89 новых случаев. Об этом сообщает федеральный оперштаб. В регионе за сутки излечилось, по сведениям на 8 июля, рекордное количество пациентов – 108 новых летальных случаев не зарегистрировано. И к другим темам. В Омской области сразу два случая падения детей из окон. В Омске пострадал 7-летний мальчик. Он забрался на подоконник, пока его не видел старший брат, оперся на москитную сетку и упал с шестого этажа. В Калачинске полуторагодовалый малыш выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Оба ребенка с тяжелыми травмами в больницах. Полиция ведет проверку и напоминает. Москитная сетка – очень плохая опора. На окна лучше ставить специальные блокираторы и фиксаторы. А проветривать квартиру, используя форточку. Также стоит убрать от окон мебель. Прошлым летом в регионе произошло несколько подобных несчастных случаев. В двух дети скончались. Жара в Омске усилится. Сегодня синоптики обещают плюс 32. При этом весь день в городе будет солнечно. Кратковременные дожди и грозы прогремят лишь на севере области. Сопровождаться осадки будут сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду. Возможен град. Объявление о штормовом предупреждении уже разослала служба МЧС. Не изменится характер погоды вплоть до выходных. Даже в тени термометры покажут 28-29 градусов жары. Согласно прогнозам, остынет раскаленный воздух только к концу следующей недели. На улице будет около 22 тепла. Вместо старого дома культуры современный дворец. В Тарии продолжается реконструкция основной творческой и концертной площадки всего Омского Севера. Работы идут по нацпроекту «Культура». Самый большой зал станет и самым современным. Только на техническое перевооружение потратят почти 20 миллионов рублей. Кардинально изменится и начинка дворца. Здесь полностью заменят все коммуникации. Светлана Веретенникова подробно. Получается, что мы первые зрители в этом кинозале. Ну да, как бы гребенку уже поставлено, так что можно начинать просмотр. Реконструкция культурно-досугового центра «Север». За развитием этого сюжета в онлайн-режиме наблюдает вся Тара. До начала реновации именно здесь, на месте бывшего спортивного и будущего кинозала на сотню мест, ситуация была самой драматичной. Даже если все эти годы чинилась крыша, она в любом случае пробегала. Потому что нужен был капитальный дорогостоящий ремонт. И все эти мелкие ремонты они не приводили к результату. Как следствие, была плесень на стенах. Но плесень тоже. Да, мы ее травили, мы ее убирали, мы ее там стробили. Что только мы не делали. Она все равно вылазила. Проблемы с отоплением и канализацией. Отсутствие вентиляции. Для местной власти дом культуры, построенный полвека назад, давно превратился в бездонную бочку. Куда постоянно вкладывались средства, но с решением одних задач возникали новые. Единственный сценарий, который мог бесповоротно изменить творческую жизнь Северо-Омской области – вступление в национальный проект «Культура». Все не так было просто, как нам, может быть, хотелось бы, или как кому-то кажется. Мы к этому шли очень довольно долго. Мы более двух лет готовили проект на смертную документацию за счет средств бюджета нашего района. Вносили поправки, какие-то изменения. Наконец наш проект был принят. На реконструкцию Тарский дом культуры из бюджетов всех уровней получит более 220 миллионов рублей. Только на новое техническое оборудование будет выделено 18 миллионов. Самый большой концертный зал Северо-Омской области станет и самым современным. Кресел станет меньше – 437, потому что теперь это все с условиями пожарной безопасности, все соблюдено. И поэтому, конечно, зал станет меньше, но от этого, наверное, мы найдем возможности работать. Будем работать больше, показывать одни и те же концерты, наверное, может быть, не по несколько раз. Я надеюсь, что будут уже новые оборудованные раздевалки для детей. Залы обновятся. Будет хорошее покрытие, зеркала, станки, которые будут удовлетворять не только наши, но и потребности наших детей. Полторы тысячи детей, 37 коллективов и клубов занимаются художественной самодеятельностью в КДЦ «Север». Хореография, вокал, оркестр народных инструментов. На время реновации альтернативные площадки для уроков и репетиций не без труда, но все же нашли всем. А в этом здании еще полтора года звучать другой музыки. Уже сделан необходимый демонтаж. К зиме должны быть закончены все наружные работы, проведены коммуникации. Финальный аккорд строители, областные и городские власти поставят в КДЦ «Север» в декабре 2021 года. Светлана Веретенникова, Олег Ковальчук, 12 канал. Сможет устроить личную жизнь после переезда в новое жилье. Для медведицы Забавы из Большеченского зоопарка подыщут пару. Заселят животных в просторный вольер. Сейчас специалисты готовят необходимые документы для его реконструкции. Изменить планируют уже существующую площадку, клетку, через которую протекает река Большая, разделят и установят здесь систему очистки воды. Сейчас вольер поочередно находится в распоряжении ветерана Гулии, ей уже 31 год, и молодой Забавы. Предоставить квадратные метры соплеменнице сторожил зоопарка пока не намеренно по-прежнему рычит на соседку. А вот в приюте Омские хвостики все не так радужно. Запасы корма и лекарств на исходе. Средств на их покупку практически нет. На попечении волонтеров почти 400 питомцев. Из-за нехватки денег погибнуть могут даже те животные, которые после тяжелейших травм уже пошли на поправку. Анна Черных расскажет, что нужно сделать, чтобы спасти брошенных собак и кошек. Выбрасывая бедняжку с тича на улицу, хозяева даже не удосужились остановить машину. Выкинули собаку из окна на полном ходу. Сильное кровотечение, повреждения внутренних органов. Чей-то уже бывший четвероногий друг еле выжил. Поначалу пес не вставал, отказывался от еды. Но врачи сумели поставить его на четыре лапы. А вот Отто еще долго будет приходить в себя. Волонтеры говорят, за годы работы видели многое. Но состоянию бродяжки ужаснулись даже они. Многочисленные раны, тело было изъедено опарышами. Собака медленно погибала. Было немного странно. Собака лежит почти в центре города. Я не знаю, как люди на первом этаже окна открывали. Потому что подходить к балкону было просто невозможно. Рядом с этой собакой стояла миска воды, которая нам даже подползти уже не могла. И корм. И обратилась только одна девушка, которая просто не смогла пройти мимо. Это очень здорово, что хотя бы кто-то обратился. Зачастую волонтерам предлагают просто усыпить животных. Но они до последнего борются за жизнь каждого. Покупают лекарства, отвозят их в ветеринарные клиники. Большинству четвероногих удается выжить. А после даже найти новую семью. За шесть лет работы приюта амичи забрали к себе полторы тысячи собак и кошек. Новых хозяев хвостиком подбирают особо тщательно, чтобы животным не пришлось снова пережить те же ужасы. Следят и за их дальнейшей судьбой. Хозяева присылают в приют фотографии. Упитанных, ухоженных и, наконец-то, счастливых питомцев. Прошло было всего полтора месяца, когда его выбросили. Хозяева привезли беззащитного, слепого с рождения малыша на кладбище и оставили там. Чудом щенка нашли и привезли в приют. Теперь пёс здоров, полон сил и невероятно дружелюбен. Любит обниматься и с нетерпением ждёт нового хозяина. Проша, Проша. Приют переполнен. Здесь почти 400 животных. Каждый день им нужны корм и лекарства. Амичи обычно равнодушными не остаются. Так, к примеру, пара молодожёнов устроила акцию. Попросила дарить им на свадьбу не цветы, а еду для животных. Когда волонтёры получили такие букеты, обомлели. Но сейчас приют переживает не лучшие времена. До пандемии, в принципе, очень хорошо помогали. То есть привозили корма, лекарства необходимы. Сейчас, к сожалению, буквально процентов на 80, наверное, снизилась вообще помощь от людей. Людям всё равно интересно, когда они приехали, привезли помощь. И посмотрели животных, погладили там. То есть пока, к сожалению, у нас нет такой возможности. Позавтракать утром питомцы ещё смогут. А вот ужин уже под вопросом. Больше корма в приюте нет. Его необходимо 60 килограммов в сутки. Волонтёры просят о помощи. Нужны крупы, мясные и молочные продукты, сухие и консервированные корма. Чтобы помочь, можно привезти всё необходимое в приют или просто отправить СМС. Со словом «Хвостик» на номер 3443 и суммой пожертвования. Тогда питомцы, за жизнь которых волонтёры боролись месяцами, не погибнут от голода. Анна Черных, Денис Лопарёв, 12 канал. Самый привлекательный и узнаваемый город страны выбирает в интернете. Голосовать может любой пользователь на сайте городроссии.рф. Сейчас на первом месте Смоленск, Омск на шестом. Почти 40 тысячами голосов. Интересно, что столица страны Москва замыкает первую двадцатку. Впрочем, измениться всё может в любой момент. Всё зависит от активности жителей регионов. Голосовать можно один раз в сутки. Тем временем в интернете появилось видео, на котором показано, как выглядел Омск в начале 20 века. Видеозапись датирована 1919 годом. На кадрах путешествия экспедиционных войск из США, которые едут на поезде от Каннска до Омска. Открывает видеоряд Успенский собор. Его запечатлели в момент литургии в день Святого Николая Чудотворца. Около храма немало прихожан, в том числе и люди в военной форме. Попала в объектив жизнь сельской глубинки, деревенские домики и пастухи сатары овец. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Товарищ, на качестве не экономь. Деньги не теряй. При покупке профнастила толщину проверяй. Омск Сайдинг Инвест. 999-222. Спонсор прогноза погоды и посевкова Марина Балакановна. Выставка продажи теплиц в Омске. Итак, завтра, 10 июля, по региону переменная облачность без осадков. В городе ночью плюс 16-18, днем 25-30 градусов жары. В районах ночью 18-20 со знаком «плюс», в дневные часы 23-26 выше нуля. Ветер северный, 6 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Построил дом, посадил дерево, вырастил сына, купил теплицу. Поставь летний душ. Летний душ из поликарбоната на выставке продажи теплиц в Омске. Баки с подогревом и без. При покупке душевой кабины доставка и аксессуары в подарок. Площадь у кит интерьера и континента. Подробности по телефону 50 50 23 или на сайте летнийдуш.рф. На этом пока все новости. Увидимся в 17 часов. До встречи.